МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. 800 миллионов рублей направят в следующем году на благоустройство алтайских городов. Средства будут выделены из федерального и краевого бюджетов в рамках проекта формирования комфортной среды. Сейчас готовится список объектов, которые нужно привести в порядок. В этом году в проекте участвовали 13 муниципалитетов. Во дворах многоквартирных домов появились детские площадки, тротуары и стадионы. Также обустроены 34 общественные территории, скверы, парки и площади. Всего за два года действия проекта в крае благоустроено почти 600 дворов. На это потрачено больше миллиарда рублей. Уже с 1 января нового года работодатели обязаны будут предоставлять сотрудникам дни для прохождения диспансеризации, причем оплаченные. Это стало возможным благодаря федеральному закону, в котором появилась новая статья. Она как раз и прописывает гарантии для работников. Отныне раз в три года сотрудник вправе получить один день, чтобы пройти медицинское обследование. Те, кому до пенсии осталось 5 лет или работающие пенсионеры, диспансеризацию могут проходить чаще раз в год. От сотрудника требуется лишь соответствующее заявление. Кстати, в программу профилактических обследований в этом году введен онкоскрининг, который направлен на раннее выявление рака. По данным Федерального фонда обязательного медицинского страхования с начала 2018 года, диспансеризацию и профосмотры в крае прошли около 900 человек. Сотрудники фонда надеются, что в следующем году население региона будет активнее пользоваться государственными гарантиями. Барьерист Сергей Шубенков начал подготовку к новому сезону в отремонтированном манеже. Долгое время в здании протекала кровля, затем начала разрушаться одна из стен. В результате участия спортсмена в Олимпиаде в Токио оказалось под угрозой срыва. Однако объект удалось реконструировать в кратчайшие сроки. Здесь стало сильно светло. Потому что, знаешь что, окна. Окон раньше не было. Стало немножко шире, потому что убрали гипсокартон со стен. Ну и в принципе, есть такое ощущение чего-то нового. С одной стороны, но с другой стороны, понимаем, да-да-да, еще не все успели доделать. Но с другой стороны, понимаем, что мы наконец-то вернулись туда, куда и должны были вернуться. Этот зал, где вместе тренируются биатлонисты и легкоатлеты, был построен в середине 90-х силами самих преподавателей училища Олимпийского резерва. После были ремонты, но текущие, опять же, за счет самих тренеров, несколько месяцев назад встал вопрос о сносе здания. Однако подходящих условий для подготовки группы спортсменов заслуженного тренера страны Сергея Клевцова крайне нашлось. Проблеме подключились власти региона. На реконструкцию было выделено более 5 миллионов рублей. Вот, собственно, у меня уже буквально два дня, я еще думал, почему. Реально очень приподнятое настроение. А сегодня особенно мы уже начали как бы заносить инвентарь. Ребята с утра хорошо поработали скамейки, все вот то, что вот барьеры, маты. Это шикарно. Вот сейчас даже какие-то будут оставаться вещи, которые нужно доделывать. Будут здесь там разметочки, что-то сюда. Но мы уже здесь, и мы работаем. Подробный репортаж на эту тему смотрите в нашем вечернем эфире. Там будет еще много интересного, а Кирилл Полетов расскажет. Перед Новым годом увеличился риск попасть на уловки мошенников. Рубцовская полиция проводит оперативно-профилактическую операцию «Фальшивая купюра». С начала года в крае выявлено более 40 фактов сбыта поддельных тысячных и пятитысячных денежных купюр. Три из них в Рубцовске. Причем один раз мошенники рассчитались сотней, распечатанной на обычном струйном принтере. Чаще всего фальшивки обнаруживают кассиры банков, когда пересчитывают поступившие купюры. Полицейские напоминают о том, что нужно быть внимательнее, пересчитывать наличность и проверять деньги на специальных аппаратах, не отходя от места, где были получены купюры. В случае обнаружения фальшивки нужно вызвать полицию за сбыт поддельных купюр. Напомним, предусмотрено уголовное наказание от двух до шести лет тюрьмы. Чтобы елки пошли на полезное дело. Барнаульцам предлагают после новогодних праздников не выбрасывать деревья, а сдать их в рамках акции «Елки-палки-пять бизонов». 13 января в Барнауле организуют семь точек сбыта елок. Собранные деревья пойдут на переработку, например, на детские поделки, а также в конюшни. Ведь хвой – отличная витаминная подкормка для лошадей в зимний период. Автомобилистам интернет-сообщества «Барнаут-22» предлагают объединиться и привезти на точку сбора не только свою елку, но и соседскую. Только не забудьте снять с деревьев игрушки, мешуру и дождик. Предварительные точки, где планируют принимать елки, сейчас на ваших экранах. Далее прогноз погоды. Чем порадовать настоящего мужчину – роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом – решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов «Трофей». Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В Край довольно морозный, без осадков. В Славгороде минус 26, около 24 мороза. В Камне на Обе и Рубцовске, в Бийске и Заринске – 22 ниже нуля. В Барнауле без осадков, температура днем 22 градуса мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. У меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok